Не в первый раз на прием главе Анапы приходят жители СОТО. Причиной часто становится конфликт с председателем, которого люди когда-то сами избирали. Сегодня на повестке дня проблема перехода от коллективного учета оплаты электроэнергии на индивидуальный. Уже порядка 400 человек заключили прямые договора с нами. И все прекрасно оплачивают. Мало того, при заключении договоров, мы даже у кого есть собственность и написано жилой дом, мы им даже тариф сельский вставим 3.11. Сейчас они 4.44 платят. 340 жителей Колоса уже пользуются преимуществами индивидуального обслуживания. Еще 100 договоров в работе. Но есть несогласные. Юрий Федорович подучил разобраться по каждому обращению и доложить ему, в чем причина недовольства людей. И вновь о ресурсах, теперь о газе. Жители дома по улице Шевченко 156 изложили Юрию Федоровичу свою позицию. Застройщик сбежал, и все вопросы по газификации самостроя приходится решать самим жильцам. На этом долгом пути у людей возникает масса сложностей и преподов. Анжела Анатольевна, вам поручение. Вызовите этих людей, конкретно им сказать, пункт первый. Где эти условия есть? Выполнение это, 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 это. И кто делает благоустройство? Вот они расписали все, как дорожную карту. В течение двух недель включили газ. И все, привет, мы забыли. Они забыли о нас. Им нужно просто тепло. Это как мы с Толстого 111, 144, Владимирская бьемся. Там, где мы можем столкнуть, не будем препятствовать. Ну, нужна латка. Ну, пусть пишут, что мы латку опостелим. Гарантийное письмо при просадке, что вы весной постановите. Жильцов дома по улице Чехова 1 на прием к Юрию Федоровичу привел конфликт с подрядчиком, выполнявшим капремонт кровли. В процессе ремонта квартиры затопило. Люди справедливо требуют компенсации. Юрий Федорович поручил завтра же собрать все стороны спора и посадить за стол переговоров. Эту рабочую встречу проведет он сам. Продолжение следует...